Good morning, dear students. Good morning. How are you? How are you today? Today our new theme – verbs and prepositions. Сегодняшняя наша тема – особенности глаголов с предлогами. Verbs and prepositions мы переводим как глагол и предлоги. Значит, мы сегодня с вами изучаем глаголы с предлогами. В критерии нашего урока мы должны с вами выполнить второе упражнение. Второе упражнение – соединить глаголы с предлогами из текста «My morning online». Вот с этого текста нам даны вот эти новые слова, даны глаголы, и мы должны их соединить с предлогами. Что такое глаголы с предлогами? Глагол с предлогом, он образует новое значение исходного глагола. Новое значение. И описывает действия глагола над каким-либо объектом, либо сущностью. Вот что такое, к примеру, слово «wake». Это «будить». Если к нему прибавить предлог «up», «wake up» – получается слово «просыпаться». «Wake up» – «wake» – «будить», а «wake up» – «просыпаться». «Go» – слово «идти». И если добавить предлог «on», «on», тогда получается слово «выходить». «Выходить на инстаграм», «go on Instagram». «Выходить на инстаграм» или «входить», «de». Вот такое слово. «Skroll» – это у нас прокручивать слово. «Skroll through» – получается слово «пролистывать». «Сkroll through» – это у нас вот эти особенности этих глаголов с предлогами. С первой по третьей я вам уже… или четвертой давайте. «Comment» – «comment» – «комментарий», а «comment on» – уже «писать комментарий». Вот как меняются глаголы при помощи предлога. Теперь на этом уроке мы с вами изучаем… изучаем… Вот у нас дано правило, как эти предлоги встречаются в предложениях. Посмотрите на это предложение. «Джон разбудил меня в 8 часов». Вот сперва «Джон woke» – это у нас глагол. Затем «me» – это «object», «object» – существительное, да, имя существительное. Затем встречается предлог. Вот особенность этого урока мы изучаем, как пишутся и как встречаются эти предлоги, эти глаголы с предлогами. Сперва стоит глагол, затем имя существительное, а затем уже предлог «up». А в английском языке нельзя употреблять эти предложения, видя… Вот смотрите. «Джон woke up me» – вот «look up». Нельзя употреблять так. «Джон woke up me at 8 a.m.» Нельзя. Вот и правило. Второе. Здесь у нас предлог, глагол с предлогом «looked at». Сперва встречается глагол «looked at», затем, после у нас стоит «object» – имя существительное. «Я просмотрел на свой текст». Глагол «действие» происходит именно над объектом, да, над объектом. «At my text». «Я посмотрел на мои тексты». Обязательно мы должны запоминать расположение имени существительного. «She turned her phone off». «Она поставила свой или выключила свой телефон». Вот смотрите. «Tent off». «She turned» – это у нас глагол. «Her phone» – это имя существительное, а уже «of». «Tent off» – это у нас предлог. Значит, встречаются вот такие правила, да. С глаголами, с некоторыми глаголами. Мы ставим существительное между глаголом и предлогом. Это у нас вот между глаголом и предлогом. С некоторыми глаголами мы ставим существительное после глагола. Вот, после «looked at». Это здесь у нас имя существительное стоит после предлога и после глагола. She turned her phone off перед глаголом и перед предлогом стоит имя существительное с некоторыми. Вот слово her phone, ее телефон. Она выключила свой телефон. Оф. Оно у нас в конце, но имя существительное стоит перед предлогом. Вот мы должны это с вами запомнить обязательно. Вот это у нас правило. Запомните его и выполняйте второе упражнение. Находите глаголы с предлогами из текста и соединяете их. А затем пятое упражнение. Пятое упражнение у нас. Дополните предложения своими собственными идеями. Работая в паре, соедините, дополните ответы с партнером. Так как у нас партнера нет, мы пишем свои собственные. Вы должны написать свои собственные идеи. I am on social media sites for about. Свои собственные идеи о технологиях и социальных медиа сайтах. Вот это ваше собственное мнение вы должны здесь написать. Я в социальных медиа сайтах около сколько минут, да? I usually post. Я обычно публикую. Что вы публикуете обычно? I love. Я люблю. I really don't like it when. Я не люблю, когда, да? I've got, haven't got a, у меня есть или у меня существует или не существует аккаунт. Какой аккаунт у вас существует или не существует? Group chats are. Групповые чаты. Вам нравится общаться в групповых чатах или не на нравится, да? Вы должны это написать. Свои собственные идеи. Окей. I hope that the task is... That she understands the tasks. Значит, второе упражнение и пятое упражнение выполняете. Окей? Goodbye. Субтитры сделал DimaTorzok